Начать я предлагаю с события, которое пафосно отмечалось на этой неделе на Украине. Я имею ввиду 14 октября. В России мы это называем совершенно справедливо Днем Карателей. На Украине это считается Днем УПА. Вообще, конечно, это превосходно, потому что несмотря на всю проведенную декоммунизацию, несмотря на то, что они там выдавливают из себя все русское по капле, как вот они постоянно говорят в Верховной Раде, в правительстве, вовсе Зеленского, вот эта великая советская традиция подгонки какого-то события под одну дату, она безостановочно преследует Украину. Мало кто знает, что сначала в пику советской власти у них День УПА планировался на один из ноябрьских праздников. Ну, дескать, вот народ восстал и таким образом родил под собой украинскую вот эту повстаническую армию, организацию запрещенная в России. Интересно здесь другое, что ни в каком 1942 году, ни в каком Киеве никто, разумеется, УПА не организовывал. История здесь чрезвычайно простая. Как известно, после окончания Второй мировой войны борческий актив всевозможных коллаборационистов, которые остались на территории Советского Союза, нашел себе новых кураторов. Это стали уже англо-американцы. Соответственно, для них участие кого-либо в карательных операциях, ну, было не очень комфортно. Потому что уже шел Нюрнбергский военный трибунал, уже все понимали прекрасно, что из себя представляют айзац-группы, всякие вот эти шнель-команды. Ну и, разумеется, шуцманшафт-батальоны, которые занимались вот этой самой пресловутой немецкой людобойской политикой. Командующий УПА Гаупман Шухевич в момент 14 октября 1942 года входил в 201-й шуцманшафт-батальоны. И чтобы скрыть вот эту вот историю, задним числом в 1947 году под религиозный праздник, опять же в пику советской власти, была придумана эта волнительная история. И с тех пор, вот она кочует по иммигрантской периодике. Интереснее всего то обстоятельство, что еще в 2007 году на Украине, и не просто на Украине, а в столице, в Киеве, служба Беспеки Украины издала, опять же, если мне уже память не подводит, двухтонник. Шухевич в материалах архивных службы Беспеки Украины. И там в том числе содержится вот как раз вот документально подтвержденная эта вот история про 1947 год. Ну, разумеется, да, что самые внимательные, видимо, читатели всей вот этой вот макулатуры про УНУПА, это российские историки. То есть на Украине как бы это вообще никого не интересует. И они взяли за основу поздравления Шухевича в 1947 году с пятилетием УПА. Ну, любому человеку, который изучал и германскую истребительную политику в годы Второй мировой войны, и уж разумеется такое сложное и драматичное явление, как украинский коллаборационизм, в общем, понятно, что это абсолютная дикость. Но, тем не менее, Порошенко, невзирая ни на что, переносит День защитника Отечества с 23 февраля. Он даже не понимает, что тем самым он солидаризировался с Климентом Ефремовичем Ворошиловым и его там историческими идеями в 30-х годах о переносе праздника Дня Советской Армии на день основания Первой Конной. Но, тем не менее, Порошенко эту дату переносит на 14 октября. И я хорошо помню, как два года назад, уже два с половиной года назад, когда шли выборы украинского президента, и рассказывали очень многие, что вот сейчас Зеленский придет, и он это отменит, потому что он-то человек образованный. Хотя Порошенко тоже совсем не Люмпин пролетарий-то, ну, с этой точки зрения. И он этот день всенепременнейшим образом отменит. В 2019 году нам объясняли, что у Зеленского просто не хватило физически времени, потому что там еще и Рады не было, да, ее надо было избирать, и, соответственно, вот времени не хватило. В 2020 году нам объяснили это тем, что сейчас, в общем, случилась пандемия по этому Зеленскому недоисторических изысканий. Но с этой точки зрения, знаешь, вот это два сапога пара. Это, я не знаю, это позиции каких-то невероятных дураков, потому что вот у меня в районе, например, была яма на дороге, и когда я задал вопрос муниципальным депутатам, почему так получилось, они мне объяснили, что, оказывается, у нас случилась Украина. И все внимание было отдано туда. Армен, а вот вопрос. Ну, сейчас все-таки в угоду гендерным модам и всем тенденциям, которые захлестнули Украину, в том числе, пусть и пандемическую, Зеленский переименовал, да, праздник, и теперь это День защитников и защитниц. Но, тем не менее, отмечали-то его все-таки очень по-разному, да, была официальная такая церемония с участием президента Украины, а была с участием чучела президента. То есть националисты сожгли изображение Зеленского и выкрикивали не только антироссийские, но и антисемитские высказывания, и вообще вели себя неподобающим образом в адрес того лидера, который вроде бы легализует эту всю мифологию. Послушай, ну, вообще было бы наивно ожидать чего-то другого, потому что, в отличие от Зеленского, который имеет, ну, чрезвычайно просто слабое представление о том, что из себя представляет вот этот радикальный украинский национализм, те-то гаврики хотя бы сподобились прочитать указания краевого провода АУ на броса там 1941 года. И, конечно, с этой точки зрения Зеленский их абсолютно категорически не устраивает. И надо сказать, что даже вот эта вот идея по поводу Дня Защитника, да, она же тоже пришла не в голову вот этого эстрадного куплетиста Зеленского, она появилась еще и в украинской миграции, потому что там же был достаточный процент женщин, которые на страницах вот этих вот украинских газет, которые выходили там в Детройте, в Чикаго, вот Катрин Чумаченко небезызвестная, да, которая в будущем станет супругой президента Украины Ющенко, вот она в частности этим занималась, вот там как раз это документально доказывало, что женщины были в АУН, вот они были там медсестрами, связняками, они вели подпольную работу, да, еще там что-то они делали. Поэтому надо вот этот день, чтобы вот он в том числе объединял и женщин. Я, честно говоря, думал, что когда Порошенко будет вводить вот эту вот историю, он просто возьмет какую-нибудь статейку по этому поводу из богатого наследия эпистолярного, созданного этими малоприятными людьми, и просто по ней и пройдется. Ну, очевидно, что Петру Алексеевич Порошенко был вообще никогда этим заниматься, но он вообще с этой точки зрения самый, наверное, странный персонаж, который больше всех героизировал УПА, и однажды, взявшись цитировать гимн, нет, извиняюсь, не УПА, а УН, походную песню, он умудрился в четырех строчках сделать три ошибки. Ну, это абсолютный, на мой взгляд, рекорд, хотя там текст достаточно простенький для запоминаемости, там это все-таки не Пушкин это писал, и совсем даже не Лермонтов с Есениным. Ну, там достаточно такой простой смысл, что мы идем и мы побеждаем, но Порошенко не удалось сделать даже этого. Проблема здесь в другом, что праздник отца оно не прижился. Это сейчас можно уже, ну, в принципе, наверное, всем признать, и сторонникам, что это не получается, ну и тем более, что противники могут радостно потирать руки, что особого восторга он не вызвал. Но я бы тут бастудил бы наиболее горячие головы по той лишь причине, что, например, можно сравнить с тем, как проходили вот эти вот факельцуги на Украине в честь Степана Бандеры 1 января в Киеве, например, в 2006 году и в Киеве вот в этом, в 2021. Тогда на первые вот эти факельцуги, которые пришли из Львова, Ивана Франковской, проводила их партия Свобода с паном Тегнебоком, там, ну, десятки сначала людей собирались, потом были сотни. На пике они там даже, по-моему, тысячу сто или тысячу двести смогли вывести. И посмотрите, сколько было в этом году. То есть то, что он не прижился вот на данную конкретную минуту, да, это не означает того обстоятельства, что при массированной государственной пропаганде он там через 10 лет не приживется. Вполне может быть, что действительно, несмотря на там протесты России, отчасти там Израиля, недовольство немцев, он все равно рано или поздно войдет в календарь серьезных памятных украинских... Но, Армен, это будет все-таки, если и приживется в каком-то таком официозном ключе с участием все-таки президента и всякими этими ритуальными заявлениями о восстановлении территориальной целостности Украины, памяти защитников и защитниц и так далее. Вся вот эта вот такая фразеология. Или в непосредственно националистическом, бандеровском ключе. Вот как ты полагаешь? Я думаю, что как раз они будут уходить от идеологии АУН-УПА, ну, по крайней мере, в такой, в государственной риторике. Они будут все это склонять вокруг, значит, событий Майдана, незалежности, АТО и так далее. Для них история АУН-УПА вообще не очень комэльфо, потому что, да, сразу выясняется, зачем вы сражаетесь за Донецк и Луганск, которые вы называете Украиной, если Степан Бандер их Украиной не считал. Ну, сразу, да, у тебя получается, как бы, тупиковая история, потому что идеологи АУН, если вот читать внимательно, что они там понаписали в 30-х годах, они-то все говорили о том, что Украина, это только на том берегу Днепра. Ну, то есть вот то, что относится там к прилегающим областям Галиции и Волыни, а совсем не Юго-Восток, они вообще это не признавали. В принципе, за Украину. А уж о Крыме и речи не шло. Слушай, ну, если хотя бы на Донбасс, они там действительно немало посылали походных групп, и даже там в том же Харькове в годы оккупации выходили статьи, подписанные членами Организации украинских националистов, это как бы, ну, я надеюсь, что это общеизвестный факт, то с Крымом вообще не получилось совсем, потому что походная группа была, по-моему, там из трех человек. Один пропал без вести при переходе линии фронта, второй был убит, а судьба третьего неизвестна в принципе. Ну, и идеологически он никак не входил в ареалы, собственно, националистического движения. У него не было ни базы, ни никакой поддержки, то есть это ни исторически, ни идеологически на тот момент вообще не рассматривал. Слушай, ну, да, даже уже, извините, там в сороковых годах, ну, уже даже после окончания Второй мировой войны, когда вот эти там гениальные листовки, они там понавыпускали, узбеки в УПА, таджики в УПА, грузины в УПА, евреи-фельдшеры в УПА, вот и так далее, да. Но даже в то время Киев и все прочие города, там, Одесса, Николаев, Херсон, Житомир, Винница, они не считались базой для всей вот этой вот кипучей деятельности людобойской. Вот даже, если кто-то в этом сомневается, посмотрите, где больше всего установлено различных там мемориальных табличек, памятников, указателей и так далее, и так далее по этому поводу. Это только Галиции и Волынь. Во всех остальных местах, они там, может, единичные какие-то встречаются, и то в массе своей они были установлены уже при приходе Порошенко. То есть надо было чем-то заменять оставшуюся еще часть советской истории, вот они начали выдергивать всех этих подонков. Если он там имел хоть какое-то отношение, там, я не знаю, к Житомиру, например, вот там они поставят теме мемориальную табличку. Но в целом это есть не что иное, как фолк-хистри или фэнтези-хистри. Это вот, кстати, ровно то же самое, да, пытаются сейчас делать эти вот чудесные змогары в изгнании. Тихановская, Латушка, там и так далее. Да, вот они там все время пытаются что-то там куда-то пристегнуть, но поскольку самые известные из них, из всех вот бывших там коллаборантов это Островский, который по меркам вообще коллаборационизма в годы Второй мировой войны, ну это никто и звать никак.